В эфире информационная программа «Неделя города» и я, ее ведущая, Алена Куколева. Здравствуйте! Вот о чем расскажем в этом выпуске. В Рязанской области убили мужчину, открывшего стрельбу по полицейским. Большой юбилей отметила старейшая жительница Касимова Галине Садко. Исполнилось 110 лет. 60-летие ордена Ленина. В Рязани отметили юбилей награды, полученной регионом в 1958 году. Мировой рекорд. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров. 60 лет назад Рязанской области вручили орден Ленина. В 1958 году награду присвоили региону указом Президиуму Верховного Совета. А Никита Хрущев лично передал ее первому секретарю Рязанского обкома партии Алексею Ларионову. В настоящее время орден выставлен в здании правительства Рязанской области. В 1958 году рязанцы совершили настоящий прорыв по показателям в агропромышленном комплексе. Большой урожай зерновых, надой молока и многое другое. За 10 лет в городе открылось 40 предприятий и 3 института. Началась газификация домов, а при Рязани впервые поехали троллейбусы. Стоит отметить, что произошло это в послевоенные годы. Для региона это стало большим рывком вперед. За эти достижения Рязанская область получила почетный орден Ленина. Современники вспоминают, какой ажиотаж царил при вручении. Мне тогда было, наверное, где-то 8-9, я учился в школе, и мне удалось, посчастливилось попасть на стадион «Спартак». Это, верно, был самый большой тогда комплекс, который мог собрать несколько тысяч рязанцев. И там, значит, был такой митинг, концерт. И мне больше всего запомнился, конечно, огромный энтузиазм, который царил тогда на стадионе. В торжественном мероприятии, посвященном 60-летней годовщине вручения ордена Ленина Рязанской области, принял участие губернатор Рязанской области. Николай Любимов отметил, что сейчас город продолжает славные традиции предков. В 2017 году в регионе собрали рекордные урожаи зерна. Впервые удалось нарастить поголовье коров и выйти на объем производства молока более 350 тысяч тонн. Губернатор также напомнил рязанцам, что орден Ленина был какое-то время утерян. Благодаря участию мецената награду выкупили и вернули Рязанской области. Сейчас орден выставлен в правительстве региона. Наш регион очень перспективный. Надеюсь, что вместе мы сможем максимально эффективно использовать все возможности для улучшения качества жизни рязанцев. От души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, мира и добра, реализации намеченных планов на благо родного края. И, конечно же, благодарю всех, кто присутствует в этом зале, особенно наших ветеранов, за то, что было сделано вами и за то, что вы делаете сейчас, не попадая в руку. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. На мероприятии присутствовали почетные граждане Рязанской области и города Рязани, ветераны войны и труда, а также представители общественности. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Определить то, насколько развито лечебное учреждение, можно по степени профессиональности его хирургов. Эти слова принадлежат одному из великих врачей. В настоящее время в Рязанской областной клинической больнице все чаще проводят мастер-классы с участием приглашенных коллег из других регионов и даже стран. 14 марта здесь состоялась уникальная операция по удалению доброкачественной опухоли. Продолжит Валерий Седов. В последнее время инвазивная хирургия шагнула далеко вперед. Врачи выполняют операции при помощи эндоскопа – небольшого прибора с камерой, где изображение выводится на монитор. Обычно они проводятся без разреза, через естественные отверстия в теле. В данном случае у пациента опухоль гипофиза. Это операция у пациента с так называемой опухолью гипофиза, аденомой гипофиза. Опухоль достаточно большая, имеет супраселлярное распространение, то есть вверх сдавливает зрительные нервы и вызывает зрительные нарушения у этого пациента. Пациенту 53 года. Несколько лет назад он обратился к окулисту. У него ухудшалось зрение. На одном из приемов врач заметил неладное. У мужчины обнаружили доброкачественную опухоль. Профессионалы своего дела заявили, что операция сложной не считается. Однако для простого обывателя все совсем наоборот. Хирурги сравнили операцию при помощи эндоскопа с ездой на автомобиль с задним ходом, где ориентироваться приходится только по зеркалам. Под контролем эндоскопа заходим через носовую полость к основанию черепа, делаем небольшую трепанацию, выходим на непосредственно опухоль и производится ее удаление. Длится операция несколько часов. Реабилитационный период у больного исчисляется не днями, а месяцами. Гипофизу требуется время на восстановление. Однако положительная тенденция будет заметна уже в первые дни. В областной клинической больнице подобная операция еще не проводилась. Врачи рассказали, что еще несколько лет назад такое хирургическое вмешательство проходило совсем иначе. Данную операцию в этом случае пришлось бы делать через большой разрез на волосистой части головы, выполнять костно-пластическую трепанацию, делать дефект в черепе, делать тракцию мозга, которая также может привести к определенной травматизации. На пути при доступе к объемному образованию пришлось бы обходить нервные структуры и основные сосудистые образования головного мозга. Данная операция проходит в рамках мастер-класса московских хирургов. Как заявили врачи, ее успех больше 90%. В Рязани стартовал проект по финансовой грамотности для старшего поколения. Курс рассчитан на месяц. За это время слушатели узнают о банковских услугах, в том числе дистанционных, способах экономии бюджета и его пополнения, познакомятся с видами финансовых операций, а также научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды. Как не попасться на удочку мошенников, не лишиться собственных средств, а также грамотно оплачивать счета с помощью интернета. Рязань вошла в число 25 пилотных регионов, в которых проходят обучающие занятия от Банка России. Курсы проводят для людей пожилого возраста. Мы знаем, сколько наши бабушки и дедушки стоят в очереди, когда хотят оплатить какие-либо услуги в банке. Здесь мы им покажем, что это можно делать, не отходя от компьютера, а при использовании более-менее современных телефонов по QR-коду оплатить в течение минуты, провести практически любые коммунальные платежи. Также один из серьезных вопросов, который мы хотим осветить, это противодействие мошенникам. Мы понимаем, что все мошенники нацелены на тех людей, у которых есть деньги и которые наиболее уязвимы. Мы думаем, что здесь как раз люди, которые постарше, как раз попадают серьезно в их категорию. Кому-то только исполнилось 55, а кому-то уже за 70. Они уже далеко не студенты, но снова сели за парты изучать незнакомый предмет. Повысить уровень знаний многие решили после того, как столкнулись с интернет-мошенниками, чтобы знать, как отразить их атаки, а также быть подкованными в финансовых вопросах. За парты сели 25 учеников. Попасть в группу мог любой желающий. Курсы финансовой грамотности, конечно, очень полезны, потому что мы люди уже старшего поколения, хотя мы и работаем на компьютере, но очень важно знать, как работать с финансами, как можно оплачивать квартиры, как можно оплачивать детские сады, возможно, даже учебу и даже свои вклады какие-то. Нужно ими уметь управлять. И управлять через компьютер нужно научиться всем. Всего ученики посетят 4 занятия. Каждая длится до 3 часов. На первом старшее поколение узнает, как сберечь деньги и правильно распоряжаться собственными финансами. Второй этап включает управление банковскими услугами. Еще в один обучающий цикл войдет тема познания электронных технологий и проведения операций в режиме онлайн. Изучит и правила безопасности услуг финансовых организаций. А по окончании курса получит сертификаты. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 110 лет отметила старейшая жительница Касимова. Несмотря на почтенный возраст, у Галины Садко хорошая память, а ее воспоминания – настоящий кладезь информации для историков. Галина Ивановна Садко – старейшая жительница города Касимова. 11 марта отметила 110-летний юбилей. Она родилась в 1908 году в Мещанской семье. В родовом доме на улице Комарова прошла практически вся ее жизнь. От этого здания так и веется треной. После окончания Касимовского педагогического училища Галина Ивановна стала работать учителем деревни Копаново. Здесь она и познакомилась со своим мужем Львом Садком. «У меня муж военный был. Его переводили с одного места на другое. Вот он из Батума переехал в Армению. В Армении я заболела. Заболела какой-то болезнью горло. Разреженный воздух оказался за меня неподходящим. У меня начались обмороки. И мне уже сказали, что если хочет, чтобы я была жива, я отправлюсь. И вот я приехала в Касимово». Несмотря на столь почтенный возраст, у Галины Ивановны хорошая память. Ее воспоминания – настоящий кладезь для краеведов и музейных работников. Кстати, она и сама работала в Касимовском музее научным сотрудником с 1950-х годов вплоть до выхода на пенсию. «Да. Я научным работником была. В Гаркобе мне директора была Шереметьева Мария Прохоровна. Она, когда пришла к нам работать в музее, хотели меня. Но я беспартийная. Можно мне доверять такое дело, как введение экскурсии? Ну и вот прислали Шереметьеву. А Шереметьеву пришла и говорит, я в краеведении ничего не знаю. И узнать не желаю. И я не буду вас идти к экскурсии. Водите вы два научных сотрудника. Вы водите, а я хозяйственную часть буду идти. Вот так мы и работали. Работали дружно, хорошо». В музее-заповеднике до сих пор хранятся записи, сделанные рукой Галины Ивановны. Нередко ее авторские публикации об истории города и знаменитых земляках можно встретить и в местных газетах. Галина Ивановна уникальная женщина. Ее по праву можно назвать хранительницей истории родного города. В Рязанской области застрелили дебошира. Нетрезвый 55-летний житель деревни Залесный Чулково забаррикадировался в своем доме после того, как его соседи вызвали участкового и открыл огонь по полиции. Ранее судимый мужчина, по информации очевидцев, ходил по двору вооруженный охотничьим ружьем и вел себя неадекватно. Подробности происшествия далее. Вечером 14 марта жители деревни Залесный Чулково заметили, что их сосед в нетрезвом состоянии, вооруженный охотничьим ружьем, бродит по своему двору. Очевидцы утверждают, что слышали звуки выстрелов. История быстро набрала популярность в социальных сетях. Сообщалось, что у мужчины была граната. Однако это утверждение быстро опровергли. В местное отделение полиции сразу же поступили звонки от встревоженных сельчан. На место происшествия прибыл участковый. В этот момент злоумышленник закрылся в своем доме. Представитель полиции попытался заговорить с ним, но тот открыл стрельбу. На место действия прибыли сотрудники СОБРа. В ходе силовой операции по обезврежению вооруженного злоумышленника, мужчина открыл огонь по правоохранителям. Офицеры СОБР ответным огнем ликвидировали правонарушителя. На месте происшествия работали сотрудники МВД России по Рязанской области, прокуратуры Рязанской области и Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области. По словам односельчан, мужчина проживал вместе с сожительницей и ее дочерью. До возникновения конфликта женщина с ребенком предусмотрительно уехала. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Также по предварительным данным установлено, что применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В настоящий момент ведется работа по уточнению всех обстоятельств. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Госавтоинспекция не так давно внесла в правила дорожного движения новый пункт, который обязал водителей выходить на дорогу ночью только в специальных жилетах со световозвращающими полосками. Не так много времени осталось, как и в Коап появится новый штраф для нарушителей этого требования. 31 октября 2017 года в Рязанской области было зафиксировано два смертельных наезда на пешеходов в темное время суток. В том же году в Рязанской области произошло еще одно ДТП с трагическим исходом. В темное время суток водитель и пассажир покинули свой автомобиль из-за поломки. Мужчин не заметил водителя грузовика, в результате чего ситуация закончилась смертельным исходом. В декабре прошлого года в Рязани водитель Nissan X-Trail в темное время суток сбил 19-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время ситуации на дорогах должны измениться в лучшую сторону. В случае вынужденной остановки транспортного средства или факта дорожно-транспортного происшествия вне населенного пункта в темное время суток или условиях ограниченной видимости, при нахождении на проезжей части или обочине необходимо быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку, имеющие полосы со световозвращающими элементами. Изменения вступят в силу с 18 марта. Сейчас ажиотаж на покупку жилетов со световозвращающими элементами еще не наступил. Да и мнения самих водителей насчет новой поправки разнятся. Я думаю, нужно. Выходит, людей много погибает, ошибает. Ну, я думаю, раньше без этого обходились и сейчас. Их видно, водители. Даже когда в темноте едешь, то видно, отражается. По крайней мере, машина едет. По мне лучше так. Правда, в новой поправке также существует много нюансов. Один из самых главных – новое правило распространяется только на остановке в ненаселенных пунктах. Так, если водитель попадет в ДТП в темное время суток на областной трассе, то он обязан выйти из автомобиля только в жилете со световозвращающими элементами. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Если же никакой аварии не произошло и шофер просто покидает свое транспортное средство, то он становится обычным пешеходом, которому жилет не нужен. Хотя в правилах дорожного движения есть отдельный пункт, регулирующий движение пешеходов в ненаселенных пунктов. В нем говорится, что на одежде должны быть световозвращающие элементы. В противном случае нарушителю также грозит штраф. Правда, в размере 500 рублей. Или предупреждение. В настоящее время закон еще не вступил в силу. И говорить о его эффективности пока рано. Остается только надеяться, что такое изменение положительно скажется на ситуации на дорогах. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив при этом новый мировой рекорд. Стоит отметить, что спортивная карьера юной рекордсменки началась именно в нашем городе. Сегодня о своей звездной ученице вспоминает ее рязанский тренер. Уже сейчас оценки новой русской звезды выше, чем у Медведевой и Загитовой, взявших серебро и золото на Олимпиаде в Корее. Фигуристка Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила два четверных прыжка. А это сенсация в мире фигурного катания. За техническую составляющую в произвольной программе Александра Трусова получила лучший результат в истории произвольной программы. 92,35 балла. Это мировой рекорд. Сегодня она тренируется в Москве, а начиналась спортивная карьера девушки в Рязани. Она очень смелая девочка. Она смелая. Она не боится прыгать. Она хочет и не боится. Это очень важно. Она не просто выпрыгивает, она обдумывает это. И как это не просто прыгнуть, но и приземлиться и сделать это на результат. Поэтому у нее получается. Она всегда отличалась хорошими прыжками. По словам российского тренера Татьяны Тарасовой, то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10. К этим прыжкам фигуристка готовилась долго и уже не раз выполняла их на тренировках. Уникальность в том, что на самом деле в последний олимпийский цикл фигурное катание просто шло семимильными шагами вперед. Четверные прыжки уже даже не редкость. Мужчины выполняют все четверные прыжки. Все, какие есть в фигурном катании, кроме там акселя, который будет уже в 4,5 оборота. Реально. А девушке на самом деле еще никто не исполнял четверные прыжки. Может быть кто-то на тренировках, где-то еще. Потому что у Саши тоже не получались на тренировке. Я видела неоднократно в Ютьюбе, она выкладывала. Но на соревнованиях, к сожалению, еще не получалось. Александра Трусова тренируется у Этери Тутберидзе, среди воспитанников которой Юля Лепницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова. Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем на Олимпийском льду в борьбе за золото мы увидим и спортсменку из Рязани. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тайна захоронения царевича Иакова на территории Касимовского Казанского женского монастыря долгое время волновала умы православных. Но местные жители до недавнего времени даже не подозревали о существовании часовни над его могилой. Подробности о проведении раскопок прозвучали на пресс-конференции 15 марта в Краевеческом музее-заповеднике. На выставке побывали наши коллеги из Касимова. На пресс-конференции присутствуют и представители Казанской монашеской общины, татарской диаспоры, властных структур и общественности. В центре внимания тайна нахождения часовни блаженного царевича Иакова. Она была одной из главных святынь Казанского монастыря и притягивала паломников вплоть до ее разрушения. В конце 30-х годов прошлого столетия часовню разобрали, а кирпичи использовали для ремонта печей. Инициатором археологических раскопок по поиску места захоронения царевича Иакова выступил епископ Дионисий. В течение нескольких сотен лет православные косимовцы, обращаясь с молитвой к царевичу Иакову, получали помощь. И поэтому на протяжении столетий сложился не просто образ, не просто впечатление от его образа, но сложилась четкая уверенность в том, что молитвы этого человека, когда он скончался, он был молодым еще совсем, на самом деле. Молитва этого человека перед Богом доходчива, как говорят простые верующие люди. В 90-е годы силами священника Прота Ерея Владимира Правдолюбова-старшего и церковной молодежи проводились первые раскопки. Но они не дали результата, хотя место было определено безошибочно. То есть мы поняли, что на месте часовни огромная яма, огромный котлован, который засыпан всякого рода мусором. И в центре этого котлована должна находиться могила царевича Иакова. Совсем немного им не хватило, чтобы в буквальном смысле докопаться до истины. Руководитель Рязанской археологической экспедиции Василий Конов подробно рассказал о проведении новых раскопок. Были обнаружены остатки фундамента часовни и обломки старинного саркофага. Мы в результате своих исследований, в результате наших общих исследований, архивных, георадарных, археологических, исторических, пришли к выводу, что место часовни можно найти, что судьбу захоронения можно установить. И мы это сделали. Методами натурных археологических исследований мы нашли место, где стояла часовня, и мы определили судьбу захоронения царевича Иакова, что не было надругательства, что не было осквернений этого захоронения, что кости останки были извлечены очень аккуратно, с большим почтением, и это было очень приятно осознавать. В то сложное время нашлись достойные люди, которые осторожно извлекли останки царевича Иаковой, бережно перезахоронили. Но кто они до сих пор неизвестно. Раскрытие одной тайны породило новую. В рукописи о Казанском монастыре есть приписка от руки, в самом конце, где он написал, что по воспоминаниям последних монахин, после их ссылки в Казахстан, когда вернулся основной состав с матушкой-настоятельницей, она дала распоряжение перезахоронить мощи царевича вместе, подальше от атеистов, как там сказано, что и было исполнено, отмечает отец Николай. И получается, это наша последняя связка, последний кусочек недостающей информации, потому что до нашего времени, естественно, не дожила ни одна монахиня монастыря, ни одна послушница. Отец Николай застал последних представителей монастыря, и они передали ему вот эту вот последнюю часть информации. Тайное перезахоронение силами монахи невозможно. Тело царевича поколось в огромном саркофаге весом около тонны. В этом должны были принимать участие, по крайней мере, еще шесть мужчин. Воспоминания об этом событии могут до сих пор храниться в семьях этих людей. Мы хотели бы обратиться к жителям Касимово. Может быть, кто-то что-то слышал, рассказы бабушек, дедушек, какие-то смутные воспоминания. Потому что сейчас мы в этом плане только в начале нового исследования. И, может быть, информация, которая хранится в чьей-то памяти, поможет нам обнаружить мощи святого, которые были бережно перезахоронены нашими предками. Очень важно сейчас активизировать и молодежь. Желательно привлечь к посещению этой выставки как можно больше людей. Может быть, это не только жители Касимова. Может быть, это окрестные населенные пункты. Потому что тайна сохраняется. И, конечно, дойти до истины – это обязанность, я думаю, жителей Касимова. На выставке представлены архивные документы по истории монастыря, уникальные богослужебные предметы, предметы монастырского быта и сохранившиеся архитектурные детали разрушенной Пятницкой церкви, а также новые находки археологической экспедиции. Настоящим культурным событием ожидается приезд в Рязань западного режиссера Арва Иха. Его приезд приурочен к пятилетнему юбилею культурно-просветительского проекта «Океан Солярис. Острова памяти». Кинорежиссер Арву Ихо – эстонец. 40 лет назад в свои 26 ему посчастливилось работать на Таллинской киностудии с самим Тарковским. Тарковский тогда снимал «Сталкера». Арву сделал серию фотографий со съемок легендарного фильма. И в Рязань он привезет эти снимки. Открытие фотовыставки состоится 21 марта в среду в зале на Грибоедово. А 20 марта во вторник в кинотеатре «Люксор Круиз» пройдет показ фильма «Арву Ихо. Игры для детей школьного возраста». Этот фильм в свое время получил 7 международных наград. Проблемы молодежи и подростков актуальны во все времена. Вот и на показ фильма приглашены школы, вузы, дополнительное образование. Одним словом, все, кто участвует в воспитании молодежи. Ну и, конечно, сами герои молодежной среды. 20 и 21 марта начало мероприятий ровно в 16 часов. Вход бесплатный. Таким подарком Министерство культуры и туризма области встречает весну в Рязани. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok